Чтобы добиться успеха, нужно быть преданным своему делу. Это в очередной раз подтвердили слабожанки Галина Елькина и Наталья Морогина. На днях они вернулись из Казахстана, чемпионата мира по гиревому спорту среди ветеранов, где выступали в составе сборной России. Вернулись не с пустыми руками, с медалями. Наталья с серебряной, Галина с бронзовой. Ездила из Кирова в составе сборной России. Нас шесть человек, три женщины, трое мужчин. На чемпионат мира отбирались победители и блюзеры первенства России. Мы выиграли в Мурманске. По уровню чемпионата России даже намного серьезнее проходят, потому что от действующих спортсменов выбирается только один победитель. И конкуренция среди стран не то, что очень невысокая, а как. Но уровень российских спортсменов намного выше. По ветеранам мы как-то на одном уровне. Действующие спортсмены намного сильнее. Сперники были достойные. У меня разрыв небольшой. От второго места два подъема. Гири 12 килограмм для меня непривычно, потому что я и учения занималась. Техника немного. Надо работать. Сама не доработала, поэтому такой результат. За этот результат Галине Елькиной пришлось побороться. И в очередной раз продемонстрировать свои бойцовские качества. Об этом говорит тренер спортсменок. У каждого помоста есть свой судья. И свой судья, он объективный, субъективный. Судья спортсмена в данном случае Галины Николаевне было повышено внимание. Мы так считаем, повышено внимание. И примерно около 10 подъемов ей не засчитали вообще. Галина Николаевна выполняла движение. Видела, конечно, что соперница ее обходит. И она изо всех сил старалась увеличить еще скорость выполнения. Она боролась до конца. И эта медаль была именно вымучена. У меня 16 килограммов. В своей возрастной категории тоже так. Ожидаемо, в принципе, что готово, то и показал второе место. 10 подъемов проиграла. Из Канады спортсменка выиграла. На третьем месте спортсменка из США. И на четвертом россиян. Наталья, значит, она человек вдумчивый и целеустремленный. Она такой программист. И, значит, она себе программирует определенную цифру, определенный результат. И до нее приходит. Значит, если что-то не получается, она по ходу уже коррегирует, делает анализ самостоятельно. Предлагает свои решения и как бы снова идет вперед. Целеустремленность и вера в себя. За полтора года привели спортсмена к таким результатам. Они убеждены, будут еще серьезные победы. Следующий чемпионат мира пройдет в Сеуле. Будут ли участвовать, отвечает, как получится. Но продолжают тренировки. Впереди первенство области и чемпионат России, который весной следующего года пройдет в Кирове. Продолжение следует...